Вечера всех обнимаю, здоровья, радости, мирного неба. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать, что приглашаю вас поучаствовать в моей третьей ступени, которую я в скором времени собираюсь провести. Я обновляю эзотерическую школу Кайласа, обновляю все ступени. В этом году была проведена обновленная вторая, а ближе к концу лета я хочу провести обновленную третью ступень. Чему она будет посвящена? В своей третьей обновленной ступени я буду рассказывать, как увеличивать магическую силу влияния. Так люди, бывает, начинают думать о том, что они могут при помощи своей мысли что-либо сделать, или кому-либо помочь, или даже знают техники, как это можно сделать. Пробуют, а не получается. Почему? Не хватает знаний, как работает эта магическая энергия, как ее можно нарабатывать. Как найти внутреннюю силу, как найти силу жизни, как найти внутреннюю энергетику, так, чтобы утром вставать и много энергии было. Что этому мешает? Как сделать так, чтобы что-то построить в своем человеческом теле, чтобы это так вдохновляло, и чтобы до самого престарелого возраста у вас была постоянная огромная мотивация к жизни. Что бы хотелось и петь, и танцевать, и жить, и думать, и создавать. Где она, мотивация берется, как она может появляться на пустом месте. Также я буду рассказывать о тонах. Буду объяснять, каким образом можно вывести себя из станов страдающих людей на тоны людей, которые могут восхищаться, радоваться и жить. Как расширять свою энергетику. Очень много буду рассказывать о всевозможных энергетических влияниях. Порчах, сглазах, проклятиях, как это просматривать. Методики по ясновидению, яснослышанию. Тысячи кодов. Ну, огромное количество просто информации, которую можно применять быстро. Это видоизмененная ступень. Она интересная. Буду очень много дополнительной информации давать. Той, которую я раньше не давал. Приходите на третью ступень. Будете приятно удивлены обновлением и улучшением подачи информации. И общего понимания мироздания и общей системы. Данная ступень, третья, будет посвящена энергетике. Подъему энергетики, работе с астральными планами, работы с своим внутренним состоянием. Часть информации, которая посвящена психологии, буду вас рад видеть. Лендинг я опубликую, наверное, уже, может, завтра или в понедельник. На моем сайте, который называется duiko.guru. Когда я был ребенком, как-то в мои руки попалась статья Юрия Лонга из журнала Огонек. В этой статье писалось, что человеческому сознанию все по силам. Система саморегуляции нашего тела связана с сознанием. Еще там было сказано о том, что именно работа над ростом физической силы нашего сознания делает нас успешным. Я долго не мог понять, что такое сделать сознание сильным и как это в сознании может быть огромная физическая сила. Но однажды, путешествуя по Индии, я встретил одного человека с небывалыми способностями. Он на 10 минут под водой в аквариуме задерживал дыхание, пробивал свое тело, не ощущая никакой боли. Самое интересное, это было проращивание из любых зерен ростков, которые лежали прямо перед нами. Ставил большой стол и вечером перед каждым поставили тарелку перед началом, за день до этого сказали, ну и так далее. Это статья, которую можно прочитать в моей книге, которая называется «100 медитаций Андрея Дуйко». Я хочу, чтобы у каждого человека, кто хочет меня поддержать, была такая книга, такую книгу и ссылку на такую книгу «100 медитаций Андрея Дуйко». Я оставлю после окончания данного вебинара в комментариях и также в описании к данному видео. Хотите приобрести мои книги и конкретно книгу «100 медитаций Андрея Дуйко»?